Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Белорусская держава В укреплении сотрудничества с Республикой Беларусь по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. И мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только стороны Европейского Союза. Это наша общая граница с Российской Федерацией. Важным вопросом остается обеспечение транзитной и туристической привлекательности Беларуси. И мы последовательно оптимизируем визовую политику. При этом бдительность на границе никто не отменял. Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше профилактироваться и упреждаться. В 2019-м президент принял решение повеличить штатную колькость погранведомства, умоцовать одеючие подразделения на межах, а так само створить новые заставы и боездольные маневрные группы, ликвидованные после распада Советского Союза. И они доказали свою эффективность. У целых порушальников межи в 2019-м стало на полову меньше. Самые значные поспехи на Балтийском керунку, а так само поудневым, украинским. Колькость затриманных тут скоротилась большим удвоя. Мы создали шесть полноценных маневрных групп, ввели в строй две пограничные заставы. Это украинское направление. В этом году нам предстоит, согласно задачи президента, еще сформировать две маневрные группы и еще сформировать одну пограничную заставу, населенную в пункте Деражич. До конца года контур державных межев будет охоплены додатковым контролем. Узмоценение маневрными группами завершится у Полоцки и Погранатраде и Гродинской погрангруппе. Как рассказал Анатолий Лапо, журналистам, перед ведомством стоят все дальнейшие задачи по нарушению пограничной инфраструктуры и протягу демаркации белорусско-украинской мяжи. На Гомешине будут проведены деталевые анализы работы предприемства, которые работают с недостатковой динамикой. Размовы об 90 субъектах господарений, которые в минулые месяцы недосягнули заполнованных показчиков. Такая информация была огучена на сегодняшней областной нараде по пытаниях работы промыслового комплекса региона. Постоянный мониторинг сегодня проводится по 258 предприемствах в области. По выниках первого месяца года, 102 из них спрацвали с плюсом, что свечит обнедренным потенциале региона. Альон может быть еще больше значным, коли вытворшие показчики, полепшие 90 субъектов господарений, которые по кульпрацуют с недостатковой динамикой. Миновита их деятельность была деталево проанализована на областной нараде. Ориентируемся на Гомсельмаш. Они плохо работают, совсем плохо. И провали, даже если взять по январу они имели 67%, то по текущему оценке январа-феврятого в 6,45. Непонятно сегодня ситуация, мне складывается и по Гомель-Стекло. Мы знали, что 36 долларов потерял на тонне металла БМЗ, но он же работает, 100% дает. Сегодня начинаем Гомель-Стекло, в его рынке упали. Так пускай ищет. Пускай ищет и продает. Значные проблемы в промысловом комплексе региона на початку этого года возникли в связи с неполной загруженностью Мазырского нафтоперепроцовчего завода, який приносит в бюджет каждый 7 рубль. Компенсовать страты повинны иншие предприемства. Великие надеи на коммунальный и приватный секторы, которые зараз працуют, значительно лепш летошнего. В будовнистве протягнется работа по максимальной загрузке самогутностью повеличения объема работы в реальном секторе и социальной сфере, а так само за кошт вводу коммерцийного жилья. Додатковые резервы на реализации инвестпроектов на Петриковском горнообогачальном комбинате, БМЗ, Мазыр-Соли, Гомельском химичном заводе. У ГАНДЛИ упор на поширение 9-й сетки, повышение эффективности ее работы. Стоит задача максимально компенсировать временное проседание за счет работы других предприятий и отраслей. Поэтому сейчас ведется работа и с промышленниками, и с организациями сельского хозяйства. Будет проведено ряд совещаний, на которых будут изысканы резервы. Причины невыконания доведенных пока жеклорозные. От падения цен на внешних рынках до перехода на новые виды продукции. Ситуация на предприемствах так само доволе эмоцно одрознивается. Неде план выконывается только на 60%, в неде больше, как на 90%. У целом по области так званый индекс промысловой творчести по куль забеспечен на узровне 91,6%. При этом непосредственно подчас нарады высветляется. Эту лишь бы можно повеличить у тымлику за кошт внутри областных резервов. У приватности на предприемствах региона знаходятся десятки тонн металлолому, які не выкорыстовывается. У той час як БМЗ набывая сыровину за межами Беларуси. Гэта увогу ли не редкая зява закупки импортной продукции при наявності аналогаў, які вырабляюцца предприемствами региона. Іншая справа, што неабходна повышаць якась гэтай продукции, што зробіць ёе больш конкурэнтна з дольной і на знішніх рынках. Сюнішняя нарада з запрашынім керівнякова выконкамаў і предприемства з деталёвым аналізам ситуацію в промысловом комплексі першая, явно неапошняя. Така практика ў работе облвыконкама тепер стане пастояннаў. Уреште задачу по досягнені індекса промысловой вытворшісті ў помёры 104,3% необходна выконуваць обовязкова. Для этого в Гомельской області имеються все возможности как у республиканских предприятий, так і у предприятий коммунальной частной формы собственности. Конечно, основой буде, прежде всего, разрустка складов, пополнення собственных оборотных средств. Конечно, мы сегодня понимаем, что продукция в 2020 году должна, основная её часть в Гомельской області должна быть направлена на экспорт, на внешние рынки. Мы сегодня в 2020 году будем работать над программой импортозамещения, то, что поставлено главой государства, как основная задача в 2020 году. Поэтому я считаю, что поставленные задачи в 2020 году Гомельской областью будут выполнены в полном объёме. Олег Синцеров, Максим Саевн, Евген Макенко. Телерадио компания «Гомель». Еще одна проведенная сегодня областная нарада тышилася ситуацию в Живелогадовле. И хоть в целом она не з'является критичной, шерох позиций, выкликая у керовництва региона заклопоченность подробностей в сюжете наших корреспондентов. Мы видим, что ситуация сегодня у нас складывается не очень хорошее в сельском хозяйстве. Потому что, наверное, надо остановиться и подумать, когда же мы с вами достигнем определенных результатов, уважаемые представители исполкомов. Сколько мы уже можем с вами из пустого порожня переливать и не выполняя те доведенные задания, которые вам определили бы исполкомов. Нас добавляет неплохо Мозыр, неплохо добавляет не отстают Лельщицы, не отстают Петрков. Пытание, которое задает старшиня Абл-Ваканкама, чему при однольковых климатичных умовах у одных районах вытворшись живе лагадоучшей продукции, перевышая плановые показчики, у інших – минусы по широку позиций. Відовошно, что у значной ступені ситуация, что склалася у Галине, залежить аз субъективных факторов. По этой причине, дареши, сегодня принято решение прытягнуть до дисциплинарной отказности старшиня у райвы-канкама, у якей допустили пагаршэння показчиков. Одночасово керовники районов, где прасуют стабильно, могут различовать на материальное захвачивание. По великим рахунку, ніяких сакретов нема. Необходно постоянно выконвать усе технологичные потребования. Коли заживел и не будя належного догляду, различовать на высокие права ги и надои не приходится. Основная причина выбытия коров – это отсутствие деференциального кормления согласно физиологическому состоянию животного и несвоевременно проведение лечебно-профилактических мероприятий. Одним из резервов улучшения финансового состояния сельскохозяйственных организаций области является улучшение качественных показателей продукции. В целом, по области сортом «Экстра» реализуется только 36,5% молока с увеличением на 6,9% к уровню прошлого года. Особная размова об ситуации у свиногадоли. У целом, с початку года рост объема продукции в этом секторе – 10%. Это третий показчик у Беларуси. Разом с тем, на некоторых комплексах означается снижение поголовья. Плюс, снова проблемы с кормами у особных исподарках. Спасылки на махчимость в управлении ситуации праздникальки месяцев не примаются. Примать меры необходимо уже сейчас. Недохоп продукции первого квартала потом компенсовать будет складано. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадо «Компания Гомель». Завтра старшиня Гомельского областного виконавчика комитета Геннад Селовей проведет прямую телефонную линию и прием громадяну Чачерску. Звернуться с питаниями можно с 10 до 11 по номеру телефона 2-70-81. По завершении прямой линии в будинку райвы Конкама отбудется особистий прием по попереднему запису. 22 лютого в Гомельской области пройдет региональный субботник по сбору сродков на реконструкцию, проектование и будовництво мемориального комплекса на месте спаленной везцы Аллау в Светлогорском районе. Объект увековешать память об усих населенных пунктах нашей области, знищенных огнем фашизма в годы Великой Вечерной войны. Проектом предугледжены три функциональные зоны «Увоходная», «Мемориальная» и «Пешеходный маршрут». Сустрокать наведывальников будет портал головного увохода и обелиск из карты спаленных везок Гомельской области. Мемориальная частка разместится в районе Братской могилы, у которой похованы 1758 мирных жихаров, загинувших у везцела. Оба же узвядуть звоницу. У центра мемориальной зоны разместится стела с набатным звоном и информацией про трагеду, которая отбылась тут в студии 1944 года. Звязывать две частки будет пешеходный маршрут. По неколиесновавшей в улице у Али. На местах, где на сам Рыжкалисте были домы, з'явятся их символичные дробы и обелиски с силуэтами людей. Протяглость пешеходного маршрута в складе больше, как 290 метров. Мы надеемся, что этот объект в скором времени увидит свет и мы будем вместе все с вами принимать участие в его открытии. Ну а непосредственно 22 февраля мы призываем все трудовые коллективы Гомельской области откликнуться и поучаствовать в областном субботнике и внести свой вклад непосредственно в строительство и реконструкцию мемориального комплекса посвященного сожженным деревням. Уже поддержана инициатива Белорусским Республиканским Союзом Молодежи поэтому мы Гомельским облсполкомом это будет объявлено и молодежной стройкой которая естественно через которую пройдут студенческие молодежные отряды Гомельской области учащихся наших университетов. На взведение комплексу потребуется 5 миллионов 600 тысяч белорусских рублев. Великая надея по сбору необходных сродков ускладена на субботник. Плануется, что представники органов улады, организации, предприемств и установок в этот день будут альбо працовать на рабочих местах альбо займутся доброупорядкованием территории своих городов и вёсок. У память об великим подвигу у Лоеве сегодня прошел рачистый митинг в рамках международной эстафеты просвеченной 75-ти годзю перемоги советского народа в Айчинной войне. Ее маршрут пролегает уздовж границ краины СНД. Удельники, супрацовники пограничных службов, ветераны, молодь. Дмитрий Котов с подробностями. Лоев опошняя кропка маршруту эстафеты по территории нашей области. Районный центр без пера больше ни один из самых героичных в Беларуси. Миновито тут в 1943 году отбылся переломный момент битвы за Днепр. У списи галонных героев пограничник Миколай Сушанов. Его имя сегодня носит Лоевская погранзастава. Об героизме, мужности и докладности летопису военных подзей неодноразовая шла говорка подчас митингу памяти. Нельзя допустить, чтобы история переписывалась. И вот эти мероприятия они позволяют нам показать молодежи всю правду. Мы должны обеспечить, чтобы подрастающее поколение знало правду, знало историю, знало героев. Утые далекие часы миновито пограничники первыми приняли на себе удар фашистских оккупантов. Тому символично, что сущасное поколение вортовников державной границы галлоны организаторы эстафеты. Сироты ее основных задач замоцование единства и дружбы помеж краинами удельницами СНД. Стартовала эстафета 5-го лютого одночасово в Бресте и Мурманску. По территории Белоруссии ее удельники прошли 4000 километров. Наведали каждое подразделение пограничной службы. Провели Провели международная до плюс 6-ти. У ночи опустится до плюс 1-го. У Сираду и четвер температурный режим застанется таким же. Прогнозуется пираменная воблачность с прояснениями и местами пройдут дожжи. Самые солнечные на тыдни обещают быть сирада. С пятницы температура пошла к рыху снижаться. В день обещают плюс 4-е. У ночи до минус 2-х. На выходных взносится ветер до 18 метров за секунду. В святочную неделю на дворе будет пирамидливым. Могчимы и снег, и дождь, и солнце, и ветер. По ветру в день прогреется до плюс 4-х. У ночи слупок термометра будет триматься каля нуля. Это иншая новин. Информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Тонкий лед несет в себе смертельную опасность, твердят спасатели. Неделю назад в нашей области вода забрала жизни двух человек и в эти выходные ситуация снова повторилась. Подо льдом оказались рыбаки из Ветковского и Луевского районов. Спасти их не удалось. 16 февраля около 6 часов вечера спасателям Ветковского района поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере недалеко от деревни Радуга. Из полонии находящейся в 50 метрах от берега тело местного жителя 1970 года рождения извлекли и доставили на берег сотрудники МЧС. По предварительным данным следов насильственной смерти на теле не обнаружено. В течение часа аналогичный звонок поступил спасателям Луевского района. Тело 49-летнего рыбака провалившегося под лед на озере в районе деревни Старая Лутава обнаружили местные жители. Что именно могло послужить причиной смерти утопления или переохлаждения сейчас выясняют специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. К сожалению, такие случаи не единичны. Ежегодно в Гомельской области в зимний период времени происходит более десятка подобных случаев. Так, с января месяца текущего года в Гомельской области уже зарегистрировано четыре случая трагической зимней рыбалки. Будьте внимательны к правилам соблюдения безопасности на льду. Но не только люди в эти выходные побывали в ледяном плену. Работники МЧС спасли собаку, оказавшуюся в воде на озере Любинском в Гомеле. В субботу около половины шестого вечера спасателям поступило сообщение о том, что в пятом микрорайоне на озере собака провалилась под лед и самостоятельно выбраться не может. По прибытии к месту вызова в 15 метрах от берега в полынье у кромки льда находилась собака. Силы ее были на исходе, к тому же точно неизвестно сколько времени она провела в ледяной воде. Ширина Любинского озера примерно 40 метров, а глубина в некоторых местах достигает 6. Работники МЧС при помощи спасательной доски и веревки извлекли животное и оказали необходимую помощь. А вот мозырьским спасателям в отличие от гомельских в эти выходные пришлось бороться не с водой, а с огнем. В воскресенье по телефону 101 поступило сообщение о пожаре квартиры в многоэтажке по улице Котловца. По прибытии спасателей из окна на пятом этаже шел густой черный дым. В однокомнатной квартире проживала пенсионерка. Со слов соседей женщина злоупотребляла спиртными напитками. Спасатели в жизни. Еще одну женщину, которая в тот момент находилась в соседней квартире, эвакуировали при помощи кислородной маски. Госпитализация спасенной не понадобилась. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия неосторожное обращение с огнем при курении. По линии ГАИ за выходные в области выявлено 18 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии и 53 автомобилиста, которые сели за руль не имея на то права. Зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие. В одном из них пешеход получил телесные повреждения. ДТП произошло в субботу около 7 вечера на улице Советской города Гомеля. 46-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe в районе пересечения с улицы Тимофеенко, сбил 84-летнюю женщину. Наезд на женщину-пешехода произошел на регулированном пешеходном переходе. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в частности, устанавливается, кто двигался на запрещающий сигнал светофора. С травмами пострадавшая была доставлена в областную больницу, где после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралигии чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. Жлобинский Металлург встречался с Неманом. Матч завершился победой Гродненцев в 5-1. Второй представитель Гомельской области Гомель провел поединок с Целегорским шахтером. Рысьи провели хорошую игру и забрали два очка. Первый период завершился ничей 1-1, а во втором обошлось без голов. В третьей 20-минутке команды забросили еще по две шайбы. Основное время завершилось со счетом 3-3. Победитель определился в овертайме, решающий гол на счету Кокшарова. Напомню, что этот матч был благотворительным. Все средства, вырученные за билеты, будут направлены на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса, который в декабре на чемпионате Европы в Израиле получил серьезную травму. Все хоккеисты и тренеры, и также сотрудники клуба также поучаствовали в сборе средств. И позднее мы все средства суммируем и перечислим на счет Дмитрия Ходаса. Прошли матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельская БЧ в гостях у ВД «Динамо» одержала минимальную победу 1-0. Сейчас железнодорожники на второй строчке турнирной таблицы. Второй представитель нашей области ВРЗ принимал на своей площадке Борисов 900. В первом тайме ни одна из команд не порадовала болельщиков забитыми мячами. После перерыва счет открыли вагоностроители. Отличился Артем Золотухин. Гости взяли таймаунт и заменили вратаря пятым полевым, но результаты эта стратегия не принесла. На 39-й минуте второй мяч ворота гостей забил Евгений Чернейко. Буквально через минуту Золотухин оформил дубль. Поединок завершился победой хозяев 3-0. После 15 туров ВРЗ занимает четвертую строчку в турнирной таблице. На самом деле готовились к команде. Хорошая команда, которая умеет обороняться. Тяжело ее было вскрыть в первом тайме. Они выполнили наверное план. Мы свою не выполнили. Нужно забить быстрые голы. Но во втором тайме чуть-чуть прибавили, чуть-чуть звентили темп. И у нас хорошо, что получилось забить гол и в итоге развить результат до 3-0. Футбольные клубы провели очередные товарищеские спарринги. Мозырская славя уступила Казанскому Рубину в первом матче на учебно-тренировочном сборе в Турции 0-5. Гумель обыграл дома Держинский Арсенал 2-1. Гумельский локомотив в условном гостевом поединке противостоял Речицкому спутнику. Матч проходил в крытом маниже стадиона Луч. Завершилась встреча минимальной победой железнодорожников 1-0. Автором победного гола стал Илья Шабанов, реализовавший штрафной удар на 45-й минуте. Для подопечных Андрея Горовцова это первая победа в предсезонке. Скажем так, не результат был сегодня на первом месте. Сейчас мы работаем немножко над другими вещами. Мне важно было смотреть, как ребята воспринимают ту информацию, которую они получают на тренировке. Так как ребята работают на тренировках, как они воспринимают, как они переносят это на игру. Да, конечно, есть еще над чем работать, но результат я вижу. Интрига жива. Гумели Бенту Белас провели третий в нынешнем сезоне поединок в рамках чемпионата страны. Тренерский штаб столичной команды сделал выводы из крупного поражения в Гумеле во втором круге. На домашней площадке коллектив Константина Шароварова смотрелся очень хорошо. Менчанки в первом тайме сумели отыграть отставание в четыре мяча, а после перерыва повести. Правда, гомельчанки, явно приехавшие в гости к непримиримому сопернику с планами практически обеспечить себе чемпионство, далеко минчанок не отпускали, а в концовке не позволили вырвать победу. Как итог, ничья 20-20. Отставание БНТУ от Гумеля осталось прежним. Две победы. Матч четвертого круга между этими соперниками пройдет в Гумеле 18 марта. В Могилеве состоялся чемпионат Беларуси по дзюдо. Представители Гомельской области завоевали пять наград. Чемпионами страны стали Егор Трухан, Ульяна Мининкова и Виктория Новикова. У Янины Дубининой и Марии Глезы бронза. В командном зачете сборная Гомельской области остановилась в шаге от пьедестала на четвертой позиции. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok